Я хочу вместе с вами благодарить Господа за то, что Господь подарил нам еще один день, когда мы можем собраться здесь вот так свободно и молиться, просить благословения у Господа, а также слушать Слово Господне, которое мы уже слышали. И я думаю, что оно нам принесло благословение, если мы были внимательны, потому что Господь напомнил нам о том, что за все надо платить, за все надо платить, потому что купляй, продажей, то обменяй что-то на что-то. Поэтому, если бы мы сегодня не обменяли наше время пребывания дома, а, наверное, у всех нас было бы чем заняться. Может быть, не отдыхали бы где-то на диване, может быть, что-то делали бы, но мы не были бы здесь в молитвенном доме. И потом мы обмениваем. И это очень важно, когда мы наше земное телесное можем обменять на духовное. И когда мы, по сути дела, одно только время меняем, это тоже очень хорошо. Но для Господа гораздо более важнее, если мы не просто время меняем, а часть своей прибыли отдаем, которую мы могли бы иметь, если бы где-то работали, Но мы это остались, пришли сюда помолиться, послушать Слово Господне. Вы знаете, не так-то просто нам сегодня отдать то, что-то нами заработанное. Это не просто и не легко, потому что ничего нам так легко и просто не дается. Поэтому мы должны быть благодарны Господу, что в нашей жизни не один раз были такие моменты, когда мы, может быть, ну, я скажу, в ущерб, вот относительно в ущерб, потому что впоследствии оно бывает с большой прибылью нам возвращает. А вот как временное явление, вроде можем что-то и не взять для себя. Но зато потом имя благословения Господне мы получаем гораздо больше, чем мы получили бы, если бы действовали без благословения Божьего или упустили его, которое нам принадлежало. Мы сегодня за это должны быть благодарить нашего Господа. И когда брат Миша говорил, он говорил из 55 главы Исаии, и он там одно слово такое произнес, и будет, значит, насыщаться туком. А тук – это жир. И это именно вот та пища в запас положенная. Пища что является? То, что наш организм принимает. То, что выбрасывает, это не пища. Писание говорит, так очищается всякая пища. Так вот, то, что мы сегодня читаем, это тук. Его очищать не надо. Его просто надо взять и использовать. Все остальное его надо очищать иногда. И проповеди надо прослушать. И кто-то однажды очень хорошо сказал, кто-то из братьев проповедовал очень долго. И когда у него спросили после собрания, все-таки, что или какие слова тебе остались в памяти, вы знаете, что он запомнил? И еще и проповедь. Наверное, минут сорок было, может, больше, может, меньше, не знаю. Знаете, что он запомнил? Ибо так возебил Бог мир, что отдал Сына Своя Единородного. Все остальное он не запомнил. Потому что все остальное было, как сказать, ну, попытка сердца раскрыть. Донести вот эту истину. И потом очень хотелось, чтобы мы сегодня, прежде всего, когда я буду читать, обратим внимание на прошитное Слово Господне. И я понимаю, что если я что-то буду и истолковывать, на что-то обращу внимание, это совсем не значит, что я все сказал. У вас вполне возможно, слушая это Слово Господне, другие мысли появятся. Какая-то другая сторона этой темы. Но это будет только тогда, когда мы действительно направим свой слух и свое сердце, чтобы слушать Слово Божие. А я просто хочу сказать, о чем я хочу сказать. Иногда мы бываем в собрании, и вроде бы слушаем, но на самом деле не слушаем. Когда-то один из братьев засвидетельствовал именно вот такую истину. Ну, истину. Его лично она касалась. Вот пришел в собрание, вы тоже, может быть, о том слышали. Ну, это было небольшое собрание. Приехал в церковь. Ну, ищидел, вроде бы слушал. А в том конце дьявол тоже умеет говорить. И уже после собрания дьявол говорит ему, вот, говорит, я тебе работу дал. Ты, говорит, что собрание считал, сколько членов присутствует. Ты же больше ничего не слушал. Ты считал, сколько в церкви присутствует. Ты же ничего не слышал больше. А второй меня недавно очень удивил. Подходит, посмотрит, спрашивает, покажи мне твою Библию. Ну, на, погляди. Поглядел. А-а-а. Говорит, а я сижу, думаю, ты проповедуешь, а я думаю. Ну, как это так? То с ветхого завета, то с нового, и листиков не перелистывая. Вот что это такое? Ну, говорит, что ты говорил? А я думал, что-то у него за Библия такая. Я говорю, да у меня все выписано. По порядку, все эти, не закладочки, а я выписал все. Вот, вот и вся премудрость. Но он настолько был озадачен, чем как это так? То с ветхого, то с нового, и листов не перелистывая. Ну, что это? И я, наверное, думаю, я то, что не знаю его сердце, наверное, ничего и не запомнил. Одна была проблема. Как это так? То с ветхого, то с нового, с разных мест, и листиков не перелистывая. Поэтому пусть мы сегодня такие, так сказать, вопросы не будем решать. Почему листики не перелистывая? Почему еще что-то? Ну, наверное, на это есть свои причины, почему это так. Ну, очень хотелось бы, чтобы мы сегодня действительно обратили внимание на само Слово Господне. Именно на то, как оно звучит в Священном Писании. Ну, и, наверное, можно где-то поглубже и поймем что-то, когда будем слушать Слово Господне. Потому что я по себе замечаю. Иногда, значит, кто-то причитал текст Писания, он говорит определенную тему, а я ее слушаю, но я другую еще сторону вижу. Она мгновенно раскрывается, и думаю, ну, вот интересно. Вот, этот брат прочитал меня раз, а сам читал. Ну, почему-то... Вот не видел этого. Поэтому мы сегодня благодарны Господу, что Господь работает сегодня с сердцем каждого из нас. А зацепка на сегодняшний день, чтобы ему проникнуть в сердце наше, это то, что мы сегодня здесь читаем Слово Господне, что мы сегодня Его слушаем, за что благодарение Богу. Поэтому я уже давно вел разбор, и так оно получилось. Я уже не совсем помню, где я даже останавливался, но просто сегодня, когда просматривал, то просто мне на сердце легла одна мышь такая, или одна истина такая, где Господь говорил в этой 51 главе Исаии, Он назвал нас и людей мышцею. Вы помните, я об этом говорил. Я не скульптюсом мышцею, я говорил, на чем кончил, не помню. Поэтому я вспоминаю другое место Священного Писания, когда апостол Павел говорил, где-то, кажется, посланник Фессаллиникийцам, не помню то, что не буду называть место, он сказал так, что когда, говорит, я был у вас и проповедовал, то, говорит, мое у вас благоествование было не только в Слове, но и в силе, и во Святом Духе. Знаете, вот как это важно на сегодняшний день, что его мышцей был Господь. И потом все то, что он говорил, и я, допустим, хорошо понимаю, почему книжники и фарисеи, там, правда, они пытались Иисуса уловить в чем-то. А вообще-то, они были правы, когда спрашивали, какую силою или каким ты именем это делаешь. Это же не безразлично. Какая сила стоит за твоим Словом? Какая сила стоит за твоим действием? Это Дух Святой или это не Дух Святой? Знаете, для меня, недавно вот мы с Женей были, были в Ижевске, и там меня удивило одно такой обман, лукавого. Когда с одной из сестер беседовали, там было явно видно, что она несвободная. По проявлениям, я уже немножко чуть-чуть разбираюсь в этом вопросе. И что их смущало у всех? Начинает исполняться Духом и поет, и поет Псалом. Мелодия наша, христианская мелодия, и все. Думаю, что такое? Потом мне в голову, как всегда, обман. И приказывает, во имя Иисуса, демон, ты ее обманываешь. Он как захохотался, а так, да, говорит, обманываю. То есть мелодия христианская, о словах-то никто не знает, что он на этих языках говорит. Оказывается, бесславит Бога. Поэтому очень важно, чтобы сегодня разбирались, а кто стоит за этим. А братья, значит, с одной стороны посмотрели, ну, явно не то, что надо. Исполняться Духом, начинают петь христианский Псалом. Ну, наш, который мы поем, только на русском языке. И мелодия, ну, ничего. Ну, говорит, как такое может быть? Как можно сказать, что-то нечистое? Вот настолько все это важно. И в сегодняшний день нам очень важно, когда мы читаем Слово Господнее, кто нам его укладывает, кто нам его разжевывает. Это очень серьезный вопрос, потому что вопросы обольщения, это непростые вопросы на сегодняшний день. Почему люди попадают в обольщение? А потому что оно очень аккуратно все построено. Очень трудно, надо разобраться, где же уже начинается перекос. С какого места начинается не то, что надо. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшний день Господь благословил нас, и чтобы мы были той мышцей, которая действует от силы Святого Духа. И я напомню, восстань с девятого стиха. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Кто сегодня мышца Господня? Помните, я читал, сговорились против израильцан, Тамав, Агаране, Амалик, жители Тира, я немножко расшифровал эти слова. И вообще они сговорились против Израиля. Ну, еще раз перечитаю. Псалом 82, 6 стиха. Сговорились единодушно, заключили против себя союз, себя с большой буквы, против Бога. Кто? Селения Едомовы и Измаильтяне, Маал и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне, жители Метира. И Асур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Вот то, что он направлял, они мышцею стали. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Потом мне сегодня не хочется опять обращаться на эти имена все. Но в конце концов, здесь Асур стоит последнее. Акшерната на русский язык переводится. Грех. И все вот то, что иногда нам кажется таким вот естественным, нормальным явлением, оказывается грехом. Маал, от Отца. Чисто человеческие способности, человеческие усилия, огоряние, бегство. Это люди, которые убегают от Бога очень часто. Особенно тогда, когда нужно плечи подставить, где-то и так далее, и так далее. Это уж те, так сказать, ущербные камни, которые дьявол очень легко может выбить из строения и получить доступ для разрушения. И так далее. Я по всему этому пункту не иду. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня. Господь сегодня делает церковь. церковь. Мы имеем слово, но очень важно, чтобы за нами, за нашими действиями, за нашими проповедями, за нашими пророчествами, за нашими... Но добавляйте еще что-то. Стоял Дух Святой. Все остальное, оно не будет иметь того плода. Или наоборот, будет что-то отрицательное. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы эти вещи понимали все. «Восстань, как в дни древние, в роды давние, не ты ли сразила Раава, поразила крокодила, не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные». Вы помните, это в книге «Исход», когда Моисей простор свою руку, а Господь гнал море сильным восточным ветром. Это же работала мышца Господня. И, другими словами, ангелы за всем этим стояли. Вы помните, когда мы читаем об этих бедствиях египетских, то один в Салмах, говорит так, объясняет, почему это такое движение было, почему этот ветер был такой, почему вот эти скнипы и так далее шли на Египет. Писание говорит, это было посольство злых ангелов. Помните, там прямым текстом написано. Вы, наверное, все знаете, есть ангелы, имеющие власть над огнем, так написано. Есть ангел, вот, есть ангел, который отвечает за конкретные стихии. Вот почему, когда мы сегодня это все переживаем, то мы не должны переживать и волноваться, знаючи, это не слепая стихия, это для нас слепая, потому что мы не видим, кто стоит за этим. А на самом деле или ангелы Божьи стоят, или ангел лукавого, но при всем этом и в том, и в другом случае есть контроль Божий. И никто не имеет права переступить эти границы или сделать то, чему Господь совет не повелел быть. Поэтому и в то время ветер ветром, ветер, это вот, это материя, а вы сами знаете, материя сама по себе, она ничего не может. Это мертвые. Это все мертвые. За всем этим стоит духовный мир. О чем я напомнил именно с этого псалма, хотя, может быть, когда-нибудь и псалмы будем проходить, но, наверное, времени не хватит, наверное, все мы не сделаем, но, тем не менее, какие-то отрывки текстов, что-то поясняю, что мы можем взять, даже, ну, любую книгу разбирая, потому что она связана вообще-то, отдельно, все связано нитями со всей Библией. Поэтому я хотел бы, самое главное, чтобы мы были мышцей Господней. Я просто добавлю еще. Вы помните, когда, значит, Самсон действовал, то в нем действовал кто? Дух Святой. разрывал цепи, разбивал оковы, говорит, ворота носил на спине. Помните, я цитировал, ну, это псалом древний, великую силу имя был силен Грозен Самсон. В своих волосах на заре ту силу испытывал он. Я, помню, цитировал здесь. Уже почти забыл, когда это было. Для меня очень много времени прошло, когда, ну, не имел такой возможности проводить здесь разбор. Ну, а еще взять этого одержимого, который был легион, который цепи рвал, тоже не могли связать, тоже рвал. Но какая сила была? Там уже был не Дух Святой. И поэтому мы здесь все-таки, ну, вспомните вы Египет. Моисей бросил жезлы, они стали змеями. И колдуны, и чародеи тоже бросили жезлы, и тоже стали змеями. Эти прорвачили воду в кровь. Эти прорвачили леку, эти вывели жаб, эти вывели жаб. Поэтому просто на сегодняшний день стоит разбираться, какой силой действуешь. Какая сила стоит сзади, за помышлениями, за стремлениями. Я помню, я не один раз проповедовал на тему, кто возбуждает себя. Может, кто-то на дисках слышал, может, кто-то так когда-то случайно слышал, что я не проповедовал на эту тему. Но там были слова Давида, когда он разговаривал с Саулом. Помните, он сказал такие слова. «Если Господь Саул возбудил тебя против меня, то добыт это от тебя благовонную жертвую». Он был согласен на это. Если даже его гонят, если даже его не признают, но то пришло от Господа, то говорит, пусть он будет благовонной жертвой. Но если сыны человечества, то проклятые, а не помните это место? Совсем другой дух стоит. И в одном случае возбудил Давида одно дело сделать, а в другом же возбудил Давида делать переписи, там право написано «Дьявол возбудил». Потом я такую тему вел. Смотри, кто тебя возбуждает. Смотри, под каким влиянием ты говоришь, идешь, делаешь и так далее, и так далее. Потому что если от Господа, то благословение, если лукавую от себя, если это незаслуженно, то проклятие, хотя сегодня это страшное слово проклятие, это наказание по сути дела. Это две стороны одной монеты. Мы об этом тоже будем говорить немножко, чтобы немножко это не звучало так, как сегодня звучит немножко диковато проклятие. Но я напоминал, что есть нечто общее. Господь когда сказал проклятая земля за тебя Каина, помните? Вот проклятая земля за тебя, то Каин сказал наказание мое более, нежели снести можно. Одни тексты Писания говорим, Иисус взял на себе наш грех и наше проклятие, но так же написано. А 53 глава будем скоро читать, написано наказание мира нашего было на нем. Так что было, проклятие или наказание все-таки? Вот и думаешь, что было? Это две стороны одной монеты. Это можно просто немножко после углубиться, если будет время. Но для меня сегодня самое главное, чтобы мы облеклись силой Святого Духа. И я просто напоминал, насколько лукаво пытаться проникнуть в церковь и делать что-то, и выдавать что-то Бог делает. А на самом деле может оказаться не Бог делает. Я вам напоминал, когда я жил, еще по баран, там экстрасенс живет, он очень меня убеждал, давай будем лечить людей, и будем прикрываться именем Бога, вот какая слава Богу будет. Я думаю, ну и нагляд же ты дьявол, я не о нем говорил, ты хорошо знаешь, я экстрасенс сильный, в Европе такого нет, как я сильного, знаете, все они очень сильные, похожих на них нету, это уже первый признак, если уже кто-то считает себя, что я и другого подобного мне нету, то уже знаете, что можно смело ставить крест, может быть завтра все поменяется, но если на сегодняшний день вот так, ставьте крест и все, потому что никто мы не являемся такими уже сильными, исключительными и похожих на нас нету, и есть много и получше, чем мы на сегодняшний день, может быть просто не понимаем этих вещей, но самое главное, я опять обращаю внимание, что если будем исполнены силой Святого Духа, то даже самое маленькое дело, которое мы будем делать, оно принесет пользу, если даже совершим великий подвиг, но это будет наше усилие, это будут наши силы, или не дай Бог, с этой стороны демоническое что-то стоит, то никакой поздний будет, один вред только будет, и больше ничего, поэтому лучше мало, но с Духом Святым, чем много и неизвестно с кем, кому нам надо вообще вот это, поэтому я буду читать дальше, не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубинный мор в дорогу, чтобы прошли искупленные, вот понимаете, что не для всех это дорога была, это была дорога для искупленных, а египтяне спокусились, помните, Павел говорит, кажется, послание Коринфянам, не помню точно где, но спонтанно возникла вот эта мысль, он говорит, на что спокусившись египтяне, что сделали, потанули, они думали, что они так смогут пройти, ну раз эти идут, почему мы не пройдем, но это было не для них, это было не для них, поэтому я сегодня прекрасно понимаю, я вспоминаю или напоминаю то, что я не один раз говорил, когда никто из высокопоставных чиновников пристал Библии и сказал так, это вот очень высокое учение, но по нему сегодня жить невозможно, и он сказал правду, без Бога по Евангелии жить невозможно, это исключается, невозможно жить по Евангелию без Бога, если сегодня без Божьей защиты, начнешь поставлять тому, кто ударил в одну щеку другую, то, знаете, за день забьют, потому что защиты-то нету, а вот когда Бог стоит защитой, то один раз ударил, второй раз ударил, Бог скажет, хватит, я вижу, что он спокойно все реагирует, не выходит из себя, хватит бить, поэтому я понимаю, что сегодня Евангелие для искупленных, но да, сегодня не искуплен, завтра может быть искуплен, я не говорю, что это только для тех, кто сегодня здесь, и больше никому, сегодня ты не принадлежишь к народу Божию, но покаяшься, станешь в колене, и завтра уже искуплен, и можешь пользоваться благами, которые Бог дает, но если не обратиться к Богу, то действительно нельзя жить по Евангелию, не зная Бога, это невозможно, потому что нет защиты, нет ограды, потому что если Бог что-то допускает нам в нашей жизни, то не попускает на произвол, а просто с чего-то хочет добиться, может быть, что-то хочет нам показать, и прежде всего нам самих себя показать, ведь мы же по сути дела все мы, мы же все святые, попробуйте сказать, что грешник, то знаете, будешь долго помнить этого грешника, как это я грешник, как это вы меня так, как что я хуже вас, а когда будут допускать трудности и сделают то, как говорят, ни в какие рамки не лезет, тогда хочешь не хочешь, будешь признаваться, что грешник, потому что сам сделал, никто же тебя не заставлял, вот именно так поступил, так сказал, так попытался выйти из окружающей обстановки, и в первую очередь, когда Бог допускает трудность, он хочет нам показать нас самих, потому что мы же ни Богу не веруем, ни людям не веруем, когда дел касается нас, когда кого-то касается, вот он плохой, он такой-такой, согласен на сто процентов, когда нас касается, уже здесь, уже не так быстро, уже разбираться будем, а вдруг не так, а вдруг не эдак, а вдруг действительно зря что-то сказали, поэтому вот этих житейских обстоятельствах Бог очень часто показывает нам самих себя, и если есть второй вариант, он захочет показать разницу, положительную разницу нашего характера, и характер чего-то, кто рядом с нами живет, он обязательно до трудности допустит нашу жизнь, и тогда уже от нас зависит, какой свет мы покажем, это не надо считать наказанием, может даже не надо считать, что Бог хочет нам показать нас самих себя, он просто хочет показать разницу между нами, как христианами, и миром, а лету надо поставить у трудные обстоятельства, потому что вы помните пословица в мире ходит, друзья познаются где? В беде, друзья познаются в беде, и человек его характер открывается тоже в беде, трудных обстоятельствах, когда все хорошо, трудно увидеть сердце человека, какое оно, а вот трудно открывать, какое оно есть на самом деле. И кто-то однажды сказал так, может быть, это не совсем верно, потому что иногда можно попасть под какое-то кратковременное влияние, и такое может быть, но в общем-то оно верно. А говорит, ты такой на самом деле, какой ты был в самое худшее для тебя время, когда ты делал не то, что надо, вот ты такой, не такой, когда был хороший, а когда в трудностях делал не так, вот ты такой, то есть обнаружилась твоя внутренность. И опять повторяю, может быть, надо что-то не совсем на сто процентов утверждать это, потому что бывает иногда или не сбодрствовать человек, или... Но, тем не менее, у Иисуса Христа был период времени, когда Он был мальчиком маленьким, когда только что родился, Он тоже не умел отличать хорошего от плохого, но ничего плохого не сделал, потому что у Него не было плохого, и Он не тянул на плохое, Он не мог поступить по-другому, а нам уже учил нашей греховной натуры, надо знать, что хорошо и что плохо, и тогда сориентировавшись на разум, вот это хорошо, это плохо, мы уже делаем то, что хорошо, а если бы не знали, то, скорее всего, сделали бы то, что плохо, потому что нравится грех людям, вот именно так поступили бы, научил узнание своего, но это уже говорит о том, что мы не то, что надо, и потому становится понятным место Писания, говорит, где апостол Павел утверждает, что если тебе дан закон, то значит, ты грешник, если бы ты не был грешником, не надо бы было закона, понимаете, о чем сама сущность, но если ты под законом, то ты грешник, да я ничего не сделал, да я не собираюсь ничего плохого делать, но тем не менее, не делаешь только потому, что знаешь, что хорошо и что плохо и привязан к хорошему, а если бы отнять знания и только что стал ориентироваться на желание, то вполне возможно очень много надел бы того, чего не надо, и даже на сегодняшний день, сегодня брат говорил, что дело не в стаже, не в том, что 30, 40, 50 лет, а дело не в этом, а дело в том, куда тебя тянет на сегодняшний день, при твоем 40-летнем стаже, и все мы хорошо знаем, с чем нам приходится сражаться, потому что хочется то, а понимаем, что нельзя, мы одерживаем победу, но хочется, а это хочется, это уже чужое, это уже не Божье хочется, конечно, если хочется молиться, хочется петь, хочется благотворить, то это другой вопрос, я же об этом не говорю, а вот когда хочется, а вы все знаете, что вам хочется, не делаем, да, не любим, но хочется, и потому, только потому, что Бог дал закон свой, дал свое слово, мы знаем, что не надо, и потому стоим на стороне Духа нашего, не просто лицемерим, мы сражаемся, есть лицемеры, которые делают, просто скрываются, любят, не собираются оставить, я про таких людей не говорю, я говорю, а тех, кто не любит греха, не хочет, его тянет, он сражается, это воин, это не лицемер, хотя дьявол, может, прикажет, что ты лицемер, потому что ты вот, хочешь, но ты не делаешь, но это совсем две разные вещи, когда я что-то хочу, не знаю, сражаюсь, молюсь, пашусь, значит, я на стороне Духа стою, я стою на стороне сердца своего, я стою на стороне истины, несмотря на то, что есть противостоящие силы, которые же во мне и действуют, и у моей плоти, другими словами, поэтому я немножко ушел от первоначальной мысли, которую выразил, но я выразил вот что, что вот все то, все те обетования Божьи, которые записаны, они пролежат искупленным, то есть тем, которые признали в своей жизни, что спасаются или могут, или спасены голговской жертвой Христа, что Господь искупил их, приняли это искупление, омыл своей крови, уничтожил грех, сделал нас своими Богу, для этих людей принадлежат обетования, написанные в Библии. Если этого нет, почему я об этом еще немного говорю? А очень простая причина. Очень много людей есть на земле, которые никогда не молились Богу, они никогда ему благодарность не воздали, но когда приходит неприятность, все говорят так, а куда смотрит Бог? А если Бог был, Он никогда не допустил бы этого. Вот я отвечаю на этот вопрос. Вот защита Господня, обетование Божие, они чем принадлежат, кто Его ищет, кто искуплен? Я не раз вспоминаю, два примера всегда привожу. Не всегда помню, как это было, но помню очень хорошо. А куда Бог смотрел, вот дочку избили, и так далее, и так далее. Спрашиваю, где избили? В молитвном доме? Нет, где? На танцах шла домой. Ну вот, так что ты спрашиваешь, интересно? Может, и в молитвном доме кто-то ворваться, это другой вопрос. Но она была там, где не надо, а Бог отвечает за это. Куда Бог смотрел? Куда смотрел? Видел все, но не мог ничего сделать, потому что не его. Жизнь хранит Бог, сохраняет. А вот некоторые допущения есть, потому что люди служат своему Богу. А вы знаете, что за всякое дело, которое люди делают, должно быть воздаяние. Должно быть воздаяние. Это Божье воздаяние. Это приятное. А дьявола воздаяние, вы знаете, какое? Пришел украсть, убить. И что еще делать? Бог убить. Это же его воздаяние. Это его награда. Это его заработная плата. За то, что люди служили ему. Поэтому я просто вот, именно вот этот вопрос, ну, ставлю, так сказать, на открытую, на поверхность выношу. Что с Богом не имеют дела, ходят по чужой территории, делают не то, что надо. Даже, вообще, я скажу, даже о верующих людях можно это сказать. Потому что, если верующий человек начинает грешить сознательно, он на чужой территории. Он на чужой территории находится. И тогда дьявол приступает и говорит, дай мне коснуться к нему, он делает грех. Бог раз, не допускает два, три, десять, а потом, говорит, ну что ж, правильно, делает, ну, дай. Потому что закон сияния и жатвы. Или, кто мне служит, кто мне пусть и последует. Это же закон такой. Служишь дьяволу, ты будешь последовать за ним. И на его путях найдешь его награду, в кавычках, и больше ничего абсолютно. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы понимали правильно эту вещь. И дальше Господь говорит так. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радости вечные над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я, я сам утешитель ваш». Ну, здесь Господь говорит, что когда он освобождает человека от плена, то не просто какие-то полублагословение дает. Он дает полное благословение. «Повратятся с радостью, с пением, не просто с унылой головой опущенной». И вы помните другое место Писания, Писание к филиппийцам. Я как-то просматривал и вчера вроде, и сегодня просматривал эти места Писания, читал. И там написано, что Бог силен обогатить вас. Помните? Всяким обогатить. Обогатить – это не просто накормить. Это не просто удовлетворить. Это обогатить. Вот мы на это не обращаем внимания. Это две разные вещи. И я просто говорил, что никто из нас никогда не будет обогащать другого. Мы можем помочь, чтобы не умер. Можем помочь, чтобы был накормленный. Но никогда не станем обогащать. Это уже третий уровень. Вы меня хорошо слышите? Обогащать – это другое. Это не просто есть что-то на сегодняшний день. Это на завтра и на почте завтра. И еще дать можно совершенно спокойно и свободно. Это означает обогачить. Ну, а у нас как бывает? Я вижу там у брата Михаила, у брата Славы там недостатка какой-то есть. А я им дал, помог. Как только вижу, что они накормлены, хватит. Вот буду ждать, пока он опять голодный будет. Тогда опять помогу. А чтобы каждый день его кормить, досвиду ни в коем случае, зачем это надо? Ну, мы же так делаем, правда? Или не так? Так. Помогаем, чтобы с голоду не умерли. Это, наверное, всегда придем на помощь. Накормить, пожалуйста. Но чтобы на завтра, на послезавтра никто не положит. Хватит. Вот будем ждать, буду опять голодный, встать, тогда опять накормим. То у Бога не так стоит вопрос. Говорит, не просто придут, будут избавлены с пением, с ликованием. Это не просто спокойствие. Это не просто радость. Это радость, которую нельзя удержать внутри. Это уже богатство. Богатство. Поэтому я напоминаю, что вполне возможно, где-то, что мы столкнемся с этой мыслью, я напоминаю вот о чем сегодня еще раз. Бог силен обогатить. Не просто накормить. Не просто поддержать на том уровне, чтобы не умер. Но для этого что надо? Как вы думаете? Во-первых, если будешь привязан к этому богатству, никогда Бог его не даст. Во-вторых, если не будешь работать для Господа, опять, зачем? Ну, это есть разные причины. Но в конце концов, да, бывают периоды, когда Бог захочет научить. И уже, наверное, если сравнивать труд апостола Павла, то говорят вообще, что когда кто-то увидел видение, вот эти строительства, которые Бог показал апостолу 12, то строение апостола Павла, оно затмило все строения. Он больше у всех делал. И он так и сказал однажды, но я больше их всех потрудился. Помните? Хотя, добавить с этого, впрочем, не я, не я, а благодать, которая со мною. Он очень боялся вот этого я. И он сразу же говорит, ну, ну, куда это я денешь на сегодняшний день? И вот так. Уже приходится иногда поправки делать. И Павел тоже всегда очень быстренько эти поправки уносил. Павел говорит, не я, а благодать, которая со мною. И тем не менее, говорят, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, потому что научился всему. Значит, что-то значит, научился жить в скудости, значит, было время, когда у него была скудость. Чтобы он научился жить, чтобы он не считал вот этот материальный достаток, этот верх благословения. И когда Бог увидел, что Павла не собьешь на ропот от того, что куска хлеба не хватило, что не ропшет, я апостол, и я так для тебя стараюсь, иду в сегодняшний день, открываю глаза, и есть нечего. Знаете, как это часто может обида выразиться? Ну, как это так? Я для тебя старался, старался, а ты, пожалуйста, забыл, что я у тебя есть. Наверное, были такие времена, но Павел никогда не роптал. Он был доволен прежде всего тем, что Господь спас его. Он всегда помнил, кем он был. Я говорю, был по ревности гонитель Церкви Божией. А это самое страшное преступление. Не блуд, не пьянство, не наркотики, а самое страшное, гонитель Церкви Божией был. И он всегда это держал на первом плане. Хотя он и пьяницей никогда не был. Он сказал, если мне хвалиться по плоти, то мне уж недостатка нет. Евреи это евреи, по учению фаришей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. И Бог не сказал ему, Павел, ты и зараговоришь, что непорочной. Все, что он знал, он делал от точки до точки. Апосте посмотрит, говорит, так это же не все. Это же оказывается только наружность, а надо внутреннее, чтобы было такое. Я уже не буду проповедовать о Павле, я просто напомню. Господь говорит, я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает? вот, вот на что Господь обратил внимание, что один из путей расчистить дорогу кому-то или обезопасить кого-то. Первое, что Господь всегда делает, через слово предупреждает, что не трогай его, не трогай ее, не делай то, что ты делаешь. Но не все это слушают. Не все это слушают, не все это понимают. И если никакие методы не действуют, а человек делает зло, разрушает дело Божие, то говорят, есть же смерть. Есть же смерть. И сегодня многие люди это знают. Я в прошлый раз говорил, я тоже немножко вспоминаю, что говорят, есть человек, есть проблема. Нет человека, что? И нет и проблем. Нет и проблем. Это уж легко и просто, особенно для царей, для высокопоставленных, а тем более для Бога. Если уже не хочешь так остановиться, то Бог имеет возможность жить, отнять и все. проблемы тогда решены. Потому здесь Господь и сказал, Он хорошо понимал, понимает, что есть люди жестокие, которых слово не доходит. Они не могут понять, что их жизнь времен может в одном давине прорваться, и тогда Бог прорывает жизнь. я мог привести конкретные примеры, которые были даже в церквах, когда где-то неправильно поступали, неправильно делали, и кто-то из братьев сказал, говорит, покуда я в этой церкви, этот человек не пройдет, ничего не будет. Только через мой труп. Через три дня труп. Я не просто выдумываю что-то, это так было, сказав, что только через мой труп. А у Бога были конкретные определения. Ну, раз хочешь, через труп. Что за проблема, чтобы трупом стал? Никаких вопросов нету. Два дня, на третий день похоронили. Поэтому Бог говорит, особенно в деле Божьем, только через мой труп. то хорошо, если это такая самоотверженность зашищать дело Божие. Если во имя Господа это делает. Да, многие братья свои сложили головы, были убиты, казнены, не потому, что не стояли против Бога, за него. Я об этом не говорю. А вот когда дело касается устройства определенного, когда дело касается дела Божьего, и не понимая, в чем дело, только размоть труп, то может быть, и труп очень быстро. Потому что Писание здесь говорит о том, кто ты, который боишься человека, который умирает. Все ж, какой бы ни был сильный. Вы знаете, были у нас диктаторы типа Сталина, были другие, ну что? И буквально как только умирали, то уже и послабление давало. Уже насколько оно было, насколько оно было действенно сильно, но буквально через короткое время поупускали из тюрем некоторых, сроки уменьшили, потому что было время, для чего это Господь делал, сохранял жизнь. другой уже вопрос у него. Свои планы, свои, так сказать, вопросы решали, но, тем не менее, жизнь человека в руке Господней, и существует смерть. поэтому Господь задает вопрос, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава. Знаете, трава, что-то самое беззащитное творение. И солнце, и человек может ее скосить, и животное может съесть, но так же, это уж трава. Уже с деревом проблем немножко больше и то. Вы знаете, что сегодня много есть способов и с деревом справиться. А трава, это же проще простого. И человек это тоже, что трава. Беззащитен перед стихиями. Он не защищен, если Бог свою ограду снимает. Но стоит вопрос, кто ты, что боишься человека? И вот я должен ответить сегодня. Кто ты, я, я, что боишься человека? И кто ты, что боишься человека? Почему ты его боишься? Вот на это надо ответить. Кто ты? Это чердезный вопрос. И он сегодня направлен не просто в пустоту или вообще в весь зал. Но если кто-то сегодня здесь есть, и я в том числе, кто боится человека, это Бог спрашивает сегодня. А теперь ответь на вопрос, почему ты боишься? Кто ты? Почему ты боишься? Ну, наверное, может быть, не уверен, что прав в том или другом действии. мы мы хорошо понимаем, когда неправ Бог никакую неправоту защищать не будет. Наверное, одна из причин. Может быть, какая еще причина может быть? Недоверие к Богу. Мы его очень часто сравниваем, ну, свои, так сказать, у нас сравнительные есть характеристики, с людьми сравниваем. Я помню, я говорил, как-то в газете был такой юмор, когда девочка в детском садике рисовала что-то. Воспитатель спрашивает, что ты рисуешь? Она говорит, Бога рисую. Да, Бога никто никогда не видел. Ну, сейчас увидит. Значит, сейчас увидит. То есть, она автоматически вот то, что рисовала, она сюда и уместила его. Вот, как бы она не понимала по-другому, но она вместила то, что она увидела. И в этом юморе есть доля правды. И сегодня мы, когда в своем воображении рисуем Бога, мы какого-то образа ему предаем. И хотим мы не хотим. Мы его тогда ограничиваем. Ограничиваем так или иначе. Потому здесь Господь напоминает, что Бог не ограничен ни в чем. И для Него наши законы, которым мы сегодня подчиняемся, они не существуют для Него. Он законодатель. Он законодатель. Мы подвержены этим законам, всем, которые сегодня действуют. Он никаким законам не подвержен. Потому что Он их установил. захотел бы он, допустим, чтобы у нас было три уха еще на голове. Сделал бы и было бы нормально и красиво было бы. Потому что Он вложил нам, что это красиво. Мы понимаем, это красиво. Он же хозяин, он же укладывается это. Он поставил эти законы. Сегодня, допустим, читаю иногда два сердца у человека. обнаружили где-то лет двадцать прожил, обнаружили два сердца. Не видели, что не одно? Потому кого-то обнаружили сердце, какой-то мешок на мешок висит. Оказывается, это сердце его вынесено сюда. Живет человек. Я к чему это говорю? Когда Бог хочет сохранить жизнь, тогда вот то, что мы сегодня считаем очень таким тяжелым, невозможно сожить. Живут люди. Живут, потому что Он так захотел. Я как-то рассказывал, значит, может быть, давно, может быть, сам уже немножко забыл, как оно тошно было. Это было во сне, когда я видел нечто то, что такое происходило, что я никак не мог понять. Смотрю, идет, значит, поезд. Я иду по этот поезд, прохожу его и пошел дальше. Потом думаю, а что это такое? Еще что-то такое непонятное мне. И думаю, что это такое? И Бог начинает говорить. Он говорит, так, вот если тебе нужно будет сесть на этот поезд, вот интересно говорит, значит, первые вагоны будут идти в одну сторону, задние будут идти в другую сторону, и весь поезд будет идти в третью сторону, а тебе нужно будет посадить, и я посажу, потому что я не подчиняюсь этим законам. Вы меня поняли, о чем я хотел сказать? Потому кто ты, что боишь человека, и забываешь его творца? Почему мы сегодня боимся человека? Потому что видим, что не пробиться, ну, невозможно никак, уже все испробовали, все делали, но никак ничего не получается, и у нас опускаются руки, потому что по нашим восприятиям происходящего, уже больше ничего сделать нельзя, все, все забито, а у Бога так просто все получается иногда, думаешь, как так могло быть просто все, очень просто все, потому что он не связан никакими законами, единственное, что Бог не будет делать, никогда и не делал, вы знаете, что? Он никогда грешить не будет, вот это он никогда не будет делать, и грех покрывать не будет, все остальное для него, если это будет нам во благо, не существует вот этих законов всех. Я помню, как-то вспоминаю, кто помнит наши прежние разборы, когда еще сестра Соня Лобановская была, кто ее помнит немножко, ну и как-то помню, на разборы рассуждали, вспомнили с Кипора, кто тоже его помнит немножко, я его немножко помню, и когда Бог исцелил от рака, когда рак сел всю внутренность, его привезли, разрезали, а там уже нечего, зашли просто так, стали молить, потому что лет 15-20 жил после этого, ну и вторая старушка, уже не помню, как ее звали, но жила она где-то около вокзала тут, вот она слушала, как мы рассуждали о том, что для Бога нет ничего невозможного, что Бог исцелил рак, она слушала, говорит, братья, вы кому-нибудь рассказывайте об исцелении от рака, я медик, я знаю, что такое рак, потому что, пожалуйста, не рассказывайте эти сказки, в настоящее время медицина, она, ну, помогает, все, но она бесчильно, что в конце концов, останавливает этот рак, выразает, но тем не менее, а в то время, лет 30 назад, это было еще, ну, стояли более далеко от сегодняшних успехов, и вот она, у него представление о Боге было, вы, батя, вы не рассказываете про рак, я медик, я знаю, что такое рак, у меня тогда, правда, другая мысль была, думаю, как трудно умным людям поверить в Богу, что Бог может, на образовании, она работала, она, наверное, может быть, видела, что умер не один от рака, но мы тут начинаем рассказывать, что Бог исцелил, да и что, при том, когда разрезали, все сгнило там, ну, что можно говорить, братья, не рассказывайте, я знаю, что такое рак, мол, вы немножко, то-то самое, с головой не в порядке у вас, потому что вы с раком не встречали, а я знаю, что это такое, вот очень часто, мы возможности Божьи, мы их подгоняем под наше сегодня существующее, не наше, я имею в виду, допустим, достижение медицины, и так далее, и так далее, но Бог, кто стоит выше всего этого, Он стоит выше всего этого, потому ничего удивительного, если Он из невидимого сотворил видимое, или из одного ребра, ребро взял, достал, и Еву создал, вот целую, вот, в нашу, Еву здесь, из одного ребра, но тоже можно сказать, ну, слушайте, ну, кому вы эти сказки рассказываете, ну, то не сказки, это те возможности, Библия обнаруживает, которым Бог обладает, у него нет проблем, то если Он мог, допустим, из одного ребра целого человека создать, то что ему стоит один палец создать, или излечить, никаких проблем вообще нету, ну, естественно, что мы люди смертные, ну, и, наверное, нам хотелось бы здоровенькими поумирать, ну, во всяком случае, болезнь для этого есть, и ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, приходится подшиниться, есть смысл во всем этом, есть смысл во всем этом, мы много чего не понимаем на сегодняшний день, но знаем, что Бог не ограничен, поэтому Он сегодня предлагает нам, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и самое главное, и забываешь Господа, Творца своего, распостершего небеса, и основавшего землю, вот страх часто заставляет забыть, что у нас есть Творец, вот он настолько сковывает разум, настолько помрачает его, если можно так выразиться, что мы забываем, что есть Бог, притом живой, потому что видим состояние свое, видим трудности, проблемы, естественно, это страх, страх, я допустим, сам понимаю сегодня этот страх, я уже не раз говорил, когда-то почка болит немножко, болит, да я помню, как я потерял сознание от боли, начинает болеть, мне уже страшно становится, вы понимаете, что страшно, и что терпимо, нормально все, но страшно, а вдруг опять будет то же самое, страшно, страх, хотя я прекрасно понимаю, что Бог допустит, то допустит, что не допустит, не будет, но тем не менее, страх, а вы знаете, а страх он ничего доброго никогда не проносил людям, есть причины на это, почему он еще существует, и забываешь Господа, Творца своего, это слово Творец говорит о том, что Он устроил нас, и Творец это не ремесленник, ремесленник может только повторить то, что Ему нарисовали, а Творец сам придумывает новое и новое, и здесь вот Священное Писание говорит, Творца забываешь, не того, который просто делает что-то, а Творца, это Творец, это художник, я не раз говорил, есть копийщики, и есть художники, да, иногда копии настолько сделает, другой художник искусную, даже экспертам трудно определить, это подлинник или это копия, но тем не менее, ценится подлинник, а не копия, подлинник ценится, а не копия, потому что это художник, нарисовал, а это копийщик, скопировал от и до, но это не художник, а есть разница, потому что наш Господь художник, Творец, а вот почему Писание говорит, есть такое место, в Священном Писании, блаженны миротворцы, миротворцы, ибо они будут наречены кем? Сынами Божьими, оказывается, мир надо творить, и если один метод, к семье приемлем, такой, то к другой семье, чтобы навести мир, совсем по-другому надо, тут не пойдет то, что было с этим, это надо в некоторой мере уподобиться Творцу, ну как уподобиться, просто иметь с ним контакт, он будет делать, он будет творить мир, а мир надо творить, мир никогда сам не придет, поэтому просто напрашивается мысль, если в вашем доме нет мира, только потому, что вы его не творите, ожидайте, что он с неба упадет, а его надо творить, блаженны миротворцы, мир надо творить, он сам собою не приходит, и прежде всего, как творить? Ну, убрать то, что к конфликту приводит, а мир нарушается, это же не просто так взяли и нарушили, есть нечто то, что вот разрушает этот мир, это же не просто так вот, я думаю, что сколько нас здесь не есть, сидящих здесь, никто из нас не хочет разрушать мир в семье, правда? Но он часто разрушается, потому что есть некая чужая сила, которую не можем контролировать, и разрушает этот мир, поэтому не убравши разрушительную силу, нельзя сотворить новое, оно будет разрушаться, очень часто у семьях нету мира, почему? Оказывается, еще до брака, уже грех пригласили в семью, разрушительную силу, и откуда же оно тогда будет, когда еще не было семьи, а уже была разрушающая семью сила? Убирать надо, надо убирать, иногда бывают последствия всего этого, поэтому я обращаю на то сегодня внимание, что Господь здесь напоминаешь, и забываешь Господа, Господина Творца Своего, распрощевшего небеса, и основавшего землю. Небеса – это нечто непостижимое для нас, земля более доступна для исследования, и тем не менее мы ее не знаем, и тем не менее очень много для нас сегодня новое, непонятное, ни разу не видели, а если взять сегодня океан, то это вообще, люди хотят исследовать Марс, исследовать Луну, а океан-то не исследованный на сегодняшний день, сегодня столько много находят там нового, которого никогда не видели, и удивляются, как это так. И здесь Господь напоминает, сначала на небо вращать внимание, ну что я здесь вижу, посмотрите на эти огромные небеса, это же я их сотворил, а теперь на землю. Она пылинка очень маленькая, но насколько она твердо стоит. Ничто не может ее поколебать. И Писание где-то говорит, что утверждено на небесах, и говорит, небеса твердые, как литое зеркало, то его написано. Оказывается, то, что нам невидимое, то у Бога твердое, как литое зеркало. Это такое, наверное, только можно алмазом поцарапать, а остальное не возьмет, это литого зеркало. И Господь, вот эти две вещи, обращает на них внимание, чтобы мы сегодня, я и вы, имели доверие к Нему. Боишься человека потому, что нет полного доверия и полного посвящения Богу. Я проповедовал не один раз, сегодня просто напомню, эта тема у меня называлась «Войти в покой его». В Послании к евреям есть такое место. Что покуда остается обетование «Войти в покой его», чтобы не казалось, кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно было слышно, как и тем, но не приносило им пользу слово, слышно нерастворонное веру, и слышно, и так далее. И вы помните, Петра до его отпадения и Петра после восстановления. Это два разных человека. Первое – до падения. Отрогся от Христа, потому что не верил Ему. Иисус говорил Ему, что вы себя не оставите. Вот Он приглашал молиться, когда в Гепсимании молился. Молитесь, чтобы не упасть из искушения, потому что вот придет эту. Не молились и отпали вообще, как один. А потом другой совершенно Петр, который полностью доверился Христу. Помните это место Писания? Значит, что в те дни Ирод поднял руки на некой ближайшей церкви, чтобы сделать им зло. И взял Якова, брат Иоаннова, и убил его мечом. И видя, что это приятно иудеям, в след за тем взял и Петра. И набирался после Преснокова вывести его к народу. И в эту самую ночь, последнюю ночь, перед тем, как выйдут к народу, зная, Петр хорошо знал, он спал между двумя воинами. В цепях, между домом он отдыхал. Я не разговаривал, наверное, прощался бы с жизнью, наверное, где-то на стене царапал бы записочку домашним, что я, значит, так и так, я вас помню, все и так далее, и так далее. А Петр спал себе, потому что он знал, что без воли Божьей волос в головы не упадет. И это же не просто фантазия какая-то, не какой-то голливудский фильм, который кто-то выдумал, а то реально, это так было. Ждешь, завтра выйдут к народу, снимут с него голову, он себе спокойно спит, готовится к завтрашнему дню. Почему? У него был пвердый поварен на Господа. Полное ему доверие. Что бы ни было, я в руках Господни. Что Господь предел, то и будет. Скажите, у нас такое бывает? Наверное, нет. Наверное, нет. Не вошли в его покой. Господи исцели, ну, правильно, когда болит, то другое дело. Господи исцели, чтобы не болело. А вообще-то умирать, вот в чем стоит вопрос. И проповедуем, правильно проповедуем, что там хорошо, там не будет скорби, там не будет, а здесь скорби, печаль, но не хотим туда отправляться. Господи, исцели, Господи, ну, знаете что, разные причины на это есть. Есть разные мотивы, чтобы оставаться, но, тем не менее, самое главное, что не готовы. Может быть, дело не в греховности, а вот оставлять эту земную жизнь. Не готовы. Поэтому, это очень серьезные вопросы на сегодняшний день. И Господь здесь говорит так. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь, Господа, Творца своего, распостершего небеса, и основавшего землю, и непрестанно, всякий день, страшишься, ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. То есть, но в нашей жизни, когда мы переживаем трудности, то, естественно, самое то, что мы боимся, это боимся погибнуть. И здесь, о чем здесь Господь говорит? Что на все есть доступ. Или допуск, лучше сказать. И если не надо погибнуть, никогда Бог не допустит погибели. Есть норма на все. Но для нас самое главное, почти всегда, это чтобы не погибнуть. Он говорит, да, сам притеснитель по ярости своей, если бы имел свободу, он бы здесь погубил бы всех. Дьяволу разрешить на пару минут свободу, он не сошел бы все население земли. Это не проблема. Но не имеет на это права. Я уже вам рассказывал, когда-то, когда видел анкету, которую дьявол заполнял, отвечал на вопросы. Я не помню, кто эти вопросы задавал, но именем Иисуса были вопросы заданы. И один из них был такой вопрос. «И имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь?» Он написал, не имею. Не имею. Тем более, когда дело касается нас. в мире не имеет. Потому что, если бы он имел право делать все, что хочет, он бы уничтожил бы все население земли. Потому что у него цель какая? У него цель, значит, первое, это обесславить Бога, показать миру, что Бог не способен защищать, огорчить его. Он же воюет против него. И уничтожить людей, из которых Бог сегодня строит свою церковь. Вот почему сегодня аборты, почему сегодня войны, почему сегодня эпидемии, почему сегодня все делается для того, чтобы погубить человечество. Одна из целей – помешать Христу строить церковь. Вы все хорошо знаете, что Господь для себя набирает людей из этого мира. Он оттуда их набирает. И поэтому по этой причине, одна из причин, я не все причины могу назвать, я их не знаю, но одна из причин – он не имеет права делать все, что он хочет. Он не имеет права уничтожать. Особенно тех, кого Господь наперед видит, что он может покаяться. Господь по-особому хранит. И он никогда не ошибается. И он никогда не ошибается. А его цель – когда-то сына одного миллиардера, когда узнали, что этот банкир поддерживал и Гитлера, и поддерживал другую сторону. В чем платил? Деньги зарабатывали. И когда с этим сыном он переговаривал, некто спросил ему, слушай, а что говорить о войне? Войны – это то, это богащение для кого-то, говорит. А люди гибнут, говорит. И ты бросаешь внимание, это пушечное мясо. Ну пусть гибнут. А что люди? Пусть гибнут. Это ж дьявольская тактика, его логика, его характер. Ну пусть гибнут. Пусть гибнут. Он особо не заботится об этом. Он, наоборот, хочет, чтобы погубить больше людей, затруднить Христу строительство церкви. Но если Господь не позволит что-то сделать, ограничен, Он ничего не может сделать. Он ничего не может сделать. Поэтому здесь Господь напоминает, что не забывайте обо Мне. Потому что я всегда способен в любой обстановке, если это надо, сохранить вашу жизнь. Вы помните, когда-то, помните этот цунами мощный, где-то там, на Таиланд обрушилось. А? Индонезия. И что самое интересное? Повыкидывало на берег баржи. Где-то, наверное, не помню что, где-то 7 метров, 8 метров волны шли. С огромной скоростью, где-то 800 километров участка, как реактивный самолет шли. И после того, как они накрыли это побережье, когда посмывали многие дома, два маленьких ребенка остались живыми на этом пляже. Вот как такое могло быть? Могло быть. Бог показал. Ни матери не нашли, ни отца не нашли. Я не думаю, что эти дети там были на пляже, они были без родителей. Однолетний мальчик или двухлетний, точно не помню. Я могу немножко эту историю просмотреть. У меня есть записи сделанные. Я сегодня просто не думал об этом говорить. Я просто сегодня напоминаю, что даже при таких вот ситуациях, когда Богу нужно какого-то сохранить, то никто ничего сделать не может. Они остались целые и невродимые. Ну, просто плакали от того, что остались одни. Понимаете, ребенок год или полтора один остался. Конечно, будет плакать. Вот как такое может быть? Может. Все может быть. Потому что недаром Господь в Писании выводится «Я Бог все могущий». «Я Бог все могущий». Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы в нашей жизни никогда не мерили Бога нашим аршином. Никогда не пытались его сравнить с чем-то нашим. Пусть даже очень сильным. Пусть даже кажется нам очень надежным. Потому что с Богом это сравнивать нельзя. Никакого сравнения нет. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. Вот Господь говорит о тех людях, которых Он в планах Своих имеет сохранить. Говорит, ничего с ними не случится. Пусть они сегодня пленные, пусть ничего не станут свободными. Но скоро будет освобожден пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. А если когда мы читаем Библию, то мы находим когда в яму бросали, то обычно это узников бросали. Это было очень ненадежно. И помните, когда Иеремию кинули и Авдемилях за него ходатайствовал перед сыром, кажется, он ходатайствовал, он говорит, вытяньте Ремеща, может, там умрет. Может, умрет там в этой яме. А Господь говорит, яма, яма, но не умрет. И не просто я как-то его восстановлю, но он не будет нуждаться в хлебе. То есть, вот теперь такое положение на сегодняшний день, пока еще в яме, но в будущем он будет освобожден. И не просто будет скитаться и дальше упроголоть жить, но я сделаю то, что он не то, что умрет в яме, но не нуждаться будет в хлебе. Но вы понимаете, что хлеб, потому что не в полном смысле буханка с хлебом, это пишет. Это вообще речь идет о питании, вообще речь идет о том, что Бог будет кормить достаточно, чем и другим и третьим. Так что вы не смотрите на то, что теперь есть, но есть обещание Божие, что в яме не умрет, будет извлечен из этой ямы, и не будет нуждаться в хлебе. я Господь, Бог твой возмущаю, чем море, так что волны его рывут. То и Бог обратил внимание на ту самую могучую стихию на земле море. Говорит, я Господь, я его возмущаю, что оно так рывет. Но наверное можно бросить взгляд и на людское море, потому что иногда Господь и людей сравнивает с морем. Но здесь я думаю, что Бог ведет о море, которое взволнованно, которое он и заставляет волноваться и утихомирует его. А если даже и не повелевает волнам умолкнуть, то сохраняет людей, которые находятся на море. Все равно не гибнут. Все равно не гибнут. И Господь здесь обратил внимание, я Господь Бог твой возмущающий море. Так что волны его рывут. Я в последнее время и напоминал вам не один раз об Ионе. Там правда было дело связано с Ионой, с одним человеком, но из-за него одного. Впрочем, не из-за него одного. За его спиной стояло еще Неневе, город был. Но если Иона послушал, то море не волновалось бы. И в отрывок кита он не попал бы. И голову его дважды не палило бы солнце. И не надо было стонать, лучше мне умереть, нежели жить. Но за то, что он был такой. Господь море заставил волноваться. У него все просто. У него все просто. Море волновалось, потому что он захотел из одного человека. Вот это удивительно, если бы Библия так не говорила, если бы это было не библейское повествование, то, наверное, можно было сомневаться из одного человека, и чтоб море бунтовалось так. Но из одного, пожалуйста, из одного человека. Так что волны и горы вот. Господь Саваоф имел. Ну Саваоф, вы знаете, Бог воинства небесного переводится. Ну может быть не совсем то, что не совсем глубоко, но Саваоф Бог воинства небесного или Бог сил небесных переводится. И здесь в этом есть смысл. Это я возвращаю к той мысли, которой я говорил, что за всем этими явлениями природными стоят ангелы, стоят духи. Господь Саваоф имя его. И еще раз напомню, имеясь власть над огнем, ангел стал, помните? И услышал и ангела вод, который говорил, они достойны пить кровь, они достойны, что ты переложил воду, кровь, и так далее, и так далее. И еще напомню один из текстов Писания, ему покорились ангелы, власти, и что? Силы. Избегали силы огня, острия меча, Сара получила силу к принятию щемени, и по времени возраста родил, там перечислен ног в один стол и послание к евреям, этих сил, которыми управляет Господь Иисус Христос, потому что Он все это взял под свой контроль, это все Ему подчиняется. И я вложу слова мои в уста твои, 16 стих, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса, и утвердить землю, и сказать, Сион, ты мой народ. Мне кажется, я в прошлый раз тоже об этом говорил, если не ошибаюсь, давно было, уже не помню. Ну, еще раз напомню, я вложу слова мои в уста твои. Вот самое первое, что Господь делает для того, чтобы совершилась его работа. Он свои слова вкладывает в какие-то уста, потому что все делается по слову. Слово обладает огромной силой. Бабшее слово, это наши мысли материализованные. Мы свою мысль облекаем в звуке нашей речи, и их передаем, чтобы другие восприняли. А вообще мысли у всех людей одинаковые. Вот почему в духовном мире, если будет язык, то не белорусский, не украинский, не еврейский, там будет другой, более высокий язык. Там не надо наш язык. Там мысли видны, а мысли все одинаковые у людей. Я не раз говорил, когда-то я в книжке своей писал, что мысли одинаковые, просто выражаются каждый из нас их на своем языке. я не очень-то знаю этих языков много, но немножко знаю. На русском языке я хочу есть. На белорусском я хочу есть, да? На французском жоу манже. На финском миноналка, то есть я голоден. Они одинаковые мысли, но выражаются по-разному, каждый на своем языке. Поэтому наши слова это мысли, облеченные в звуке нашего языка на сегодня, материализованные. И для того, чтобы сегодня делать дело, Господь свое слово, Он кладывает в чьи-то уста. И дальше что? И я вложу слова мои в уста твои. И дальше что сделаю? И тенью руки моей покрою тебя. Потому что если уложить только слово в уста и не покрыть тенью руки, долго говорить не будешь это слово. Тебя быстро уберут. Вы понимаете, что я говорю? Вы знаете, что одно дело получить слово от Господа, другое дело сказать его, выполнить его. Потому что иногда за то, что люди изрекали слово, которое Господь сказал, они в ямах оказывались. И мы говорили, ты предатель Еремии. Мы сегодня все силы собираем, чтобы город защитить. А ты прочь свое сдайся халдеям. И так вам будет хорошо. Ну как тебя понять? Как тебя принять, пророк? А ведь это Бог говорил. Он настолько было невосприимчиво по-человеческому разуму, что не могли этого принять. И если Бог не покрыл Еремию своей рукой, уничтоживали без всяких разговоров. Вы помните, что Еремия говорил? А я, как кроткий агнец, ведомый на заклане, и не знал, что они решили мне в пищу ядовитое дерево положить, отравить хотели. А я, говорю, даже и не знал. И за что? А за то, что он так что одно дело получить слово от Господа, а другое дело набраться мужества сказать его. За это очень часто могут не похвалить, а наоборот дать хорошо по голове, что не захочешь больше говорить. И здесь Господь говорит, я вложу словами в уста твои, и тенью руки своей покроют тебя. То есть будут ратовать против тебя, но не провозмогут тебя, боясь с тобою. Это в самой первой главе книги про Еремия записано. Помните, там Господь говорил ему, он говорил, я еще не могу говорить, я молод. Господь сказал, не говори, что ты молод, но куда пошлю, пойдешь, что повел сказать, скажешь, и так далее, и так далее. Но для этого нужно быть покрытым тенью руки Господней, а иначе не устоишь долго, ничего не получится. Это не так просто все. И здесь Господь и говорит, и я вложу слова мои в уста твои, и тень руки моей покрою тебя. Что это за тень руки? А это все, и жительские обстоятельства, это и люди, которые становятся на защиту, это и другие явления, которые происходят в жизни, через которые Бог защищает и хранит, это все тень его руки. Значит, что такое тень? Это рука есть рука, а тень, это не совсем, это только тень его руки. А если он свою руку прострел, то что будет тогда? Тогда вообще полная безопасность. Это только тень. Почему я и ставлю разницу? Не рука моя, это тень от моей руки. И это достаточно, чтобы быть под защитой Божьей. И я вложу слова мои в уста твои. И тень руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса. Вы знаете, там не устроено что-то. Что не устроено? Третья часть ангелов упала. Это та пробоина, которая сегодня существует. И я не говорю как какой-то авторитет сильный, но все-таки когда я посмотрел, прочитал, исследовал Писание, что придет время, я об этом прошлый раз говорил, что когда Господь восхитит церковь и церковь с ним сочетается, а потом он сам покорится отцу и будет Бог все во всем, говорит, и устроит всякое начальство и власть и силу, сам будет управлять. Через кого? Он же все делает через Христа. У Христа сегодня начальство и власть на небесах есть, а там будет церковь. И уже никогда не будет того, что произошло раньше, когда Люцифер пал и такую беду принес повселенную. Потому что все ангелы, они несовершенны, в каком смысле слова? Они не могут быть равны Богу, они не могут иметь Его святость, у них есть своя святость, А Господь заменяет церковью, сам будет управлять и дает нам свою стопроцентную начальством власти и силы и так далее, и так далее. Это будет устройство небес. А сегодня пока что не устроено вот эти погибли, ну как погибли, бесы же не уничтожаются, их просто можно изгнать, духи не уничтожаются. И там уже что-то нарушено. И Господь исправляет, но то, что Он сделает, оно будет надежно, более красивое, чем то, что было раньше, за что благодарение Богу. И ну не то, что утверждают, что богословы утверждают, они говорят так, что церковь зайдет вместо падших ангелов. Не знаю, может быть так, может и не так. Но самое главное, что церковь будет там, а уже ангелы управлять не будут. Будет Бог все во всем, за что благодарение Богу. Это очень надежное все. И наше место, мы просто сегодня не можем оценить то, что Бог нам дает. Просто не способны на это. На земле разум ограниченный. Мы не знаем тех блаженств, которые на небе. Мы просто по-человечески сравнительно как-то определяем, как там будет хорошо. А на самом деле никто из нас не знает, как там будет. Потому что написано глаз не видел, ухо не слышало и на сердце не проходило то, что Бог про то любящим его. Вот то, что мы думаем сравниваем. На сердце проходило, глаз видел, мы сравниваем. А там же глаз не видел, ухо не слышал, на сердце не проходило. Как можно с чем сравнивать? Не с чем буквально. Поэтому мы будем благодарить Бога за то, что мы сегодня имеем. Как-то один из, очень сильно один противился. Это было не в нас. Наверное, я был где-то в Америке. Не помню где-то, короче, не помню, где-то было. И начал начать сил. А как? А что Бог? Почему он так делал? Почему люди, столько людей поймут? На, говорю, что? Перестань говорить тебе Бог дал спасение? Хочешь, принимай. А то ты сегодня за всех переживаешь. Нашелся один такой. Бог несправедлив, он так и выразил. Как это люди им? Говорю, тебе Бог открыл путь спасения? Ты родился верующимся? принимай. Он у тебя спрашивает, не будет, что делать. Он всем предложил спасение. Не хотят, не хотят. А ты такой умный, что переживаешь за всех людей. Видите, Бог несправедливый, люди гибнут. Я говорю, ты думай, о себе подумай, хорошо. А люди пусть о себе подумают. Они все имеют доступ к Богу на сегодняшний день, к голговскому жертву. Поэтому я дальше немножко пристаю. И утвердить землю. Я тоже об этом говорил. Сегодня же земля ненадежно стоит. Если Бог что-то не предпримет, спалить землю, разорять землю, и это будет нечто ужасное. А надо утвердить землю. Надо чтобы она стояла долго. Ну и сказать Чиону ты мой народ. То есть все-таки на сегодняшний день евреи они еще не приняли Христа. Они надеются на Моисея и погибают. Но наступает время, когда Господь заберет церковь и всю свою работу обратит на свой народ. С ними будет делать свое дело. Вот эти три вопроса Бог решит. Устроить небеса, утвердить землю и сказать Чиону ты мой народ. И что ты сам сейчас будешь. Это мне опасно. Ну во-первых тут же про суботу, про день суботи. Почему ученики в Диане тоже по суботам собрание проводили? Ну наверное они очень много проповедовали евреям. И евреи собирались в суботу. А то по воскресенье в первый день недели когда ученики собрались для проломления хлеба. Так написано. Первый день недели. Помню один студент написал так. Когда воскрес Христос пишет в первый день недели в понедельник. Вы знаете это было такое для меня откровение что первый день недели понедельник потому что в первый день недели то воскресенье суббота последний день Христос воскресенье в первый день недели он пишет а там он много чего понаписывал если стал рассказывать вы бы за животы брали бы правду в конце написал братья помилуйся его попросить воспитательный знак но понял что наворотил там лишь бы что но тем не менее первый день недели собирались а суббота является часть закона часть десяти заповедей закона Моисеева говорит Христос отменил закон он как отменил закон он его не просто отменил он его исполнил за нас потому что никто из людей закон Моисеев не мог исполнить чтобы его исполнить надо было ни одну мышь плохую не допустить надо было чтобы в окрестностях никто из себя не вывел из равновесия надо было не думать о том чтобы скорее суббота кончилось торговать там Господь однажды упрекал свой народ вы говорит никак не можете дождаться когда пройдет суббота чтобы торговать начинать у нас же тоже так бывает никак не можем дождаться понедельника скорее воскресенье прошло на работу то не сделано то не сделано но тоже такое бывает я не раз говорил если бы Господь не поставил воскресенье в праздник и не сотворил день и ночь то поумирали бы на полях а так ночь пришла надо отдыхать хочешь не хочешь иди отдыхай а так действительно поумирали бы особенно трудоголики есть такая категория людей которые не могут без работы поэтому суббота это часть закона на этих десяти заповедях весь закон строился и потому когда Христос исполнил закон за нас он отменил и все заповеди Павел сказал так если вы взялись исполнять одну заповедь берите все нельзя взять одно и оставить другое или или поэтому для нас сегодня не суббота а для народа Божия еще остается что субботство а субботство это покой каждый день в Боге а не один день в неделю субботство остается и притом Павел говорил так если вы утверждаетесь на заповеди законом Моисеева то вы отступники от благодати почему он так сказал потому что в его учении которое Христос дал написано прямо и ясно он устранил закон заповеди чем учением он же не просто одно убрал а другое не дал и он дал более высокие заповеди своего учения чем те которые были а если в отношении субботы один день была суббота то для народа Божьего еще остается субботство и я не раз говорил разница большая есть если раньше была заповедь не убивай то если сегодня я эту заповедь исполняю не убивай только по закону Моисеева то я отступник от благодати у меня сегодня есть высшая заповедь если кто гневается на брата своего напрасно он кто уже убийца так где выше требования там в законе Моисеева где можно было скрыжатать зубами только не бери нож и не убивай или теперь почему сегодня такое направление я беру по той простой причине для Господа вот что важно если я ненавижу кого-то то то что я не убил не моя заслуга это заслуга государственного закона это заслуга Божьего закона который говорит ты будешь наказан если убрать государственный закон убрать мораль убрать совесть человек возьмет и убьет поэтому если он сегодня имеет ненависть но не убивает это не его заслуга это заслуга закона заслуга тех которые сегодня стоят на страже порядка но не его заслуга а Бог сегодня смотрит на него лично если раньше не пролюбодействует то на сегодняшний день какая заповедь есть если кто смотрит на женщину с вожделением то что он уже пролюбодис волшнею в сердце своем да где высшая заповедь та Моисеева или сегодняшняя сегодняшняя вот почему Павел сказал если вы на основании закона выполните 10 заповедей то вы отступники от благодати значит не войдете в царство небесное потому что на каждую заповедь закона Моисеева в учении Христовом есть свой пункт учения если раньше было значит выдало служение и Господь говорил что не делай себе кумира помните то сегодня уже гораздо глубже и муж не может быть кумиром и жена не может быть кумиром и проповедник не может быть кумиром и пастор не может быть кумиром вообще это понятие и гласужения оно сегодня расширено гораздо глубже тогда было вот почему на сегодняшний день я просто уже не могу без 5 минут 9 для нас сегодня новый завет дает более высокие заповеди и их можно исполнять потому что мы сегодня не под страхом находимся а Бог меняет сердце нашей благодати оно способно выполнять эти заповеди не под страхом а от сердца поэтому пусть Господь благословит нас пусть милость Божия будет с нами пожалуйста брат Миша кончай служение будем